К сожалению, ни гумерант, ни натуральный кислород в одиночку не исполняются. Так, пришли просьбы проанонсировать, что будет в ближайшее время интересного. Рассказываю, что будет. Значит, завтра мы в несчастном случае... Я вообще им завидую, конечно. Вы можете себе представить, на сегодняшнее утро в Крокусе 6,5 тысяч зрителей осталось 6 гилетов? 6 билетов осталось. И те на танцпол. Приходите. Осталось последние 6. Но я думаю, что трое их уже не будет. Они собрали 6,5 тысяч зрителей. Вообще, концерт обещает быть удивительным. Там будет выступать и Квартет, и Максим Леонидов, и Нонна Грюшаева будет выступать. Будет выступать Юра Бугушевская. Будет выступать мы с Георгиноровичем. Еще кто-то, я забыл. Мальцы. 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 Следующее событие, к которому я очень трепетно... Я сейчас расскажу уже, выпалю, а потом буду только петь до конца. Тут уже все второе отделение ясно. К которому я очень трепетно отношусь, произойдет здесь, 11 декабря. Друзья, приходите. То, что здесь будет, будет очень интересно. И я опять не знаю, что это будет. Потому что это не я. Я там принимаю участие, конечно, в этом коллективе. Коллектив называется «Второе дыхание». И состоит из необычных личностей. Юрий Избор, младший. Внук Юрия Лобиков. Ну, его зовут. Он на актерское отделение школы студии МХАТ. Он поступал под фамилией Лобиков. В тайне от всех. В том числе и от родной мамы. От тайны. Он пришел, сказал, мама, все, я поступил. Он сейчас закончил школу студии МХАТ, профессиональный актер. Работает в Гоголе-центре у Серебренникова, чей курс он и заканчивал. Он необычный совершенно человек. Первый участник. Второй участник коллектива – Алексей Хомчик. Догадайтесь, чей урцент. Молодцы, догадались. Следующее, угадайте еще просто. Мария Ивашенко. Да, дочь, дочь. И, соответственно, Алексея Ивашенко, я которого взяли на подпирки. Вместо Варьи Висборг, которая не смогла принимать участие. А вообще коллектив должен был состоять из... Вот такой должен был квартет быть. Но она не смогла принять участие в нашем первом концерте. И я встал, что называется, в ряд вместо нее. Там что-то подпевал. А потом мне так понравилось, что теперь меня от поганой метлой тут не выгонешь. Они совершенно необычные. Идея была такая. Идея вообще проекта, который получил название «Второе дыхание», заключалась в том, что песни нашего века – это все очень здорово. Прямо очень здорово. И очень востребовано. И все это хорошо всем, кроме одного. Мы уже, в общем, в сущности, все пенсии нашего века. Как недавно на концерте в Томске, где выступали песни нашего века, в большом благодарительном концерте, молодая ассистентка режиссера Наташа, которая вела этот концерт, выскочила и сказала, «Ребята, ребята, вы что, уже пора? Песни вашего века уже на сцену выходят все. И я понял, что наше дело правое, и мы введем. Молодые хотят видеть нас в семь молодых. С этим ничего не поделаешь. А мне хочется, чтобы молодые запели наши песни. И эти, вот эти молодые, Юрка, Леша, Маша, они чувствуют, чего им нужно. И я им говорю, ребят, есть такая песня замечательная, вот давайте ее сделаем. Они говорят, да, хорошая песня у Сережи Коношенко «Душа». То, что мы зовем душой, что как облачка воздушная. Действительно хорошая, да, мы ее там любим. Но у него есть еще одна очень хорошая песня. «Темная лошадка, покер на барабане». Я говорю, я вообще не понимаю, про что она. Она говорит, Алексей, еще вам и не надо. Ну ладно, вы пойте. И Юра сделала из темной лошадки такую, как сейчас принято говорить, чуму, что мороз попозже у меня бежит. Я не понимаю, про что это все. Но это правда. Глубокая правда жизни. На этом концерте те, кто придут, услышат авторскую песню от Отелтона Джона до Геннадия Голодкова. Включая Сергея Никитина, Микаэла Теревердеева и многих других авторов, даже Василиев и Ивашенко прозвучат там немножечко. Чуть-чуть Абы, чуть-чуть Куфюшин. Все приличные люди мира. Очень необычно. Уже здесь был один концерт. Леша Хомчик поставил этот зал реально на уши. Люди вскакивали и кричали. После его исполнения песни Вадима Егорова «Земляника» в стиле панк-рок. Вы зря смеетесь. Я не ожидал, что это так сильно. Это настоящий драйв. Просто много очень интересного. Юра мне звонил, мы сегодня с ним разговаривали. Он говорит, Алексей Юрьевич, у меня есть несколько концептуальных идей по поводу нашего концерта. Там что-то новое идет. И репертуар, и музыкальную концепцию определяют они. А мне дозволено подпеть. Приходите 11 декабря, второе дыхание. Потом 17 декабря я выступаю в «Альма-Матер». Это обычный банальный концерт. Один совсем один с гитарой. Но там будет немножко новых песен. И 28 декабря здесь, в «Гнезде Глухаря», которое я очень люблю, я полюбил в последнее время, здесь выступать. Здесь очень хорошая публика, здесь очень хорошая атмосфера, здесь прекрасный звук. Здесь все очень хорошо организовано. И 28 декабря здесь будет новогодний концерт. Ну, как мы сегодня договорились с руководством «Гнезда Глухаря», состоящий из веселых песен. И новых песен. Я сегодня несколько новых песен спою, а две предпосуду до 28-го. Они уже готовы, но я вот не могу их дотянуть до ума. Там еще третий на подходе. И уже на самом деле прорисовывается новый диск, который выйдет в 2014 году. Он будет записан под одну гитару, без всяких глупостей. Все это лишнее. Все это от лукавого. Знаете, когда ты выходил, Юрий Юрьевич? Выше, выпиши, поставь. Все, ничего больше не надо будет, понимаете? Или спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. И это попадало в самое сердце. А гитара, да еще далеко не исчерпаны ее возможности. Поэтому я еще и поучусь на ней играть. И следующий диск уже запишу хорошо. Вот все я рассказал. После этого января-февраль я исчезаю. Меня не будет вообще. Я буду ездить в разных странах и выступать. Тут в Европе, потом в Америке, потом в марте. Скорее всего, в конце марта возникнет концерт второго дыхания. Большой. И не только второго дыхания, а еще и такого коллектива, который называется «Волшебные люди». Я выступаю с музыкантами замечательными, которых в народе сразу после первого концерта окрестили. Но это волшебные, они действительно волшебные музыканты. Это Саша Радовский, гитарист. Это Таня Ларина, флейтистка. И это Толя Кожаев, контрабас. Вот вчетвером такой квартет «Волшебные люди» будет выступать, видимо, вместе со вторым дыханием и вместе со мной сольно. Будет такая программа, как моя жена сказала, ну зови ее просто со своими воробушками. Но это не совсем так. Потому что там не только мои, они сами, эти воробушки. Это не воробушки, это коршины. Они сами кому угодно дадут сто очков вперед. Саша Радовский один из лучших джазовых гитаристов не просто России. Он ездит по Израилю и Германиям, дает мастер-классы по джазовой гитаре. Он уникум гитарный. Таня Ларина играет с листа. Все, что угодно. Ее иногда приглашают спиваковцы, когда у них нужно что-то сыграть, с плейтой. Таня, поиграешь? Тут же с листа и без ошибок. Там музыканты удивительные. И вот похоже, что такой концерт, большой, связанный каким-то образом со мной, это будет у нас семь или восемь человек. Может быть, я еще одного человечка там вытащу в качестве почетного гостя. Куплю ему коричневые штаны. Негодяя. И вытащу. Но это в конце марта. А потом апрель там будет уже другая история. Все, я закончил. Все, я начинаю петь, 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 петь. Потому что здесь тьма записок. И их надо выполнять. Влюбер моих ветру Стрелкою оловянной Нити моих путей Вычеркать без туда Роза моих ветру Слишком уж постоянно Дует один туда Дует другой сюда Дует другой сюда Дует другой сюда Слезы моих дождей Бьют по щекам все злее Каждый осенний лист Плачет в моем дворе Слезы моих дождей Наверняка имею Максимум в сентябре Максимум в сентябре Максимум в сентябре Максимум в сентябре Реки моих надежд Так полноводны в мае Разве ж виновен я В том, что из года в год Реки моих надежд По обмене впадают В море моих забор В море моих забор В море моих забор В море моих забор Видимо климат мор Слишком континентал Кто же сумеет мне Правильный, глядь, прогноз Что меня ждет в году Радости и печали Ждет ли меня тепло Ждет ли меня мороз Ждет ли меня тепло Ждет ли меня мороз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы пойдем с тобой сегодня Ни на Ленинские горы Ни на выставку поделок Из некрашенных корней Мы пойдем и купим крышку Бесконтактного трамблера Потому что сто процентов Что все дело было в ней И сядь капот у нашей дуси Осторожно приоткрою И стартером постартую И подсосом подсосу И на правильное место Крышку Витькам пристрою И проделаю контрольный Тюк ногой по колесу А на утро в воскресенье Ты увидишь, что напрасно Выражала в адрес дуси Ты сомнения свои И откроется пред нами Мир огромный и прекрасный Совершенно безопасный До ближайшего ГАИ А мы поедем Мы помчимся С жестяным неровным стуком Ты щебой к плечу прижмешься И нашепчешь мне маршрут И балантинка у дороги Загрустив, опустит руку Справедливо догадавшись Что ее не подберут Не пытайтесь в понедельник Нас спросить неосторожно Где мы были в воскресенье И зачем в машине трос И покроет нашу тайну Наш надежный, безнадежный Восьмилетний, жигулевский Мерседет и шестисос Где мы были, вам не скажет Ни резина, ни приборы Да и мы вам не покажем Что мы делали вчера Для того и существовало Безконтактные трамплеры Чтоб никто не догадался Между чем и чем искра Погибли тот фрегат Седой волной разбитый И, может быть, и рад Спустил его ко дну Но капитана ждет Красотка Маргарита А вдруг не утонут? А вдруг не утонут? А вдруг не утонут? А вдруг не утонут? А как же страшно ждать В неведении нелепом Сок сосла швырять В зеленую волну? Зачем зеркала Прикрыли черным крэпом? А вдруг не утонут? А вдруг не утонут? А вдруг не утонут? А вдруг не утонут? А вдруг он жив здоров Вдруг рано ставить свечи А вдруг он в Санта-Крус Саромом завернул? А вдруг случился штиль Или просто ветер встречный Но вдруг не утонут? Но вдруг не утонут? Но вдруг не утонут? Но вдруг не утонут? И вот когда беда Покажет глаз совины И безнадежный мрак Затянет все вокруг Когда приспустят флаг В порту До половины Останется одно Последнее А вдруг Останется одно Последнее А вдруг И безнадежно А вдруг А вдруг Цветной Кмарастенный Календарь С покретом молодой Артистки И кучка пепла на полу, и полночь позади, и впереди Вся ночь, и дверь зажарена в сосиске, и дорога, и ни один Будивник старый без стекла, и новый с золоченой стрелкой И первый снег на волосах, следы седой зимы, и впереди Рассветки, и деревни вымытых таренки, ах, кто бы, кто бы Их помыть. И двадцать восемь новых строк, как стая голубей из клетки, И тысяча ночей иных, как смерть над головой, и впереди Вся жизнь, и деревьи списанных салфетки, и все, и больше ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ Такая, это даже не просьба, это просто написано, без знаков припинания, без точек, я написано. И Вальченко, ура, ура, ура. Спасибо, спасибо, спасибо. В 2012 году вышел диск, который называется, как я говорю, скромно, но красиво, самый лучший в мире я. Несколько слов о нем. Вот про что он. Начинается он. Он, кстати, записан практически тоже под одну гитару, правда, с контрабасом. Такой контрабас – это мощное подспорье, на нем играет Сергей Хутас, один из просто выдающихся музыкантов. Он чувствует песню, и, знаете, это очень большое искусство. Правильно дернуть за одну из четырех струн. В одном контрабасе же есть одна хитрость, у него же ладок нет. Я когда-то записывал диск под названием... Опять меня понесло на разговоры, но я не могу не рассказать. Записывал когда-то диск под названием «Две капли на стакан воды» и решил сам сыграть на контрабасе. Я взял мел, нарисовал на нем воды и отлично сыграл. Только каждый раз в этой песне приходилось пересорить их заново. Ну вот так примерно этот диск начинается. Просыпайся, душа, поднимайся, Хватит спать, словно сычь на столбе. Поднимайся, душа, принимайся, Накормите, играйте, трубей. И в пучи не бесстрашно кидаться, И ляфам, как и прежде, шуршет. Ведь приходит пора пробуждаться, Даже отченью служит уже лёг. Потому что она, потому что она Обормоту тебе не случайно дана. Ведь когда в небесах делать начали нас Для тебя кто-то именно эту хрипас И назад её примут и два лет До того, как нас тут и пора. А попытки её потихоньку продать Не доводит, увы, до добра. Нас порою волною смывает И швыряет туда и сюда. И она не на месте бывает Даже в пятках дрожа иногда. Но потом прибегает обратно Не давая тебе отступать. Ты лишь вовремя и аккуратно Подавай ей команду, не спать. Потому что она, потому что она У тебя обормота всего лишь одна. Это орган не парный и как ни груди. Адекватной замены ему не найти. То не ветер бужует над пором, То не с гор как бежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба Подают позывные свои. Подают позывные свои. Я никуда не спешу, Я стихов не пишу, Мне собрать бы слова Воедино. Что? Хоть себе самому Объяснить почему Замыкаясь искрят провода Я Не пойму Ничего Из себя самого Я утешу, мол, все впереди, но Я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Я Не забуду тебя Никогда, никогда Удивителен, но Он написан давно Мудрецами иных Поколений Я Их немало читал И счастливее не стал И храню свой диплом Под стеклом Но Назначенье иных Непарвластных ум Повседневных вещей И явлений мне Не дано описать Ни при помощи слов Ни числом Вновь Вновь В лабиринтах наук Непредвиденный крыл Завершу на грани Надыхаясь вновь Перечту мудрецов И в конце до концов Одолею шинель И муму Но Почему иногда Ни с того, ни с сего Так искрят провода Замыкаясь Я Очевидно уже Никогда, никогда Не пойму Я Никуда не спешу Я рукой не машу Я к разлукам привык И к утра там вновь Улетит самолет Пароход уплывет И года потекут Как вода Но С мудрецами вразрез Всем наукам на зло Вопреки всем Энце Квадратам я Не забуду тебя Никогда, никогда 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 Не забуду тебя Никогда, никогда 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 Аплодисменты Скажите мне, куда Всегда спешит вода И можно ли за хвост поймать Тот мелкий ручеё Что может без труда Кулички твои сломать Ты помнишь, как тебе Весенний первый гром Игрушки заставляют Бросать И мчатся босиком С овочками с ведром Кулички свои спасать Вот было бы слава Если бы смогли Остановить поток Неукротим Твои волыни Из глины Из земли Твои запрук Твои плотины Вновь и вновь Все хитрости твои Идут не в проволок И пропадают даром Виде, будучи запружены Ручьи, мой друг Умеют превращаться В неогары Виде, будучи запружены Ручьи, мой друг Умеют превращаться В неогары И что-либо спасать От водяной стены Теперь уже Мартышки Трут И налетевший шквал Забрызгал все штаны А шметками твоих Запрут И жизнь так коротка И вечность так близка И не хватает слов В строке И ты, как идиот Стоишь с ведром песка И в маленьким замком руке И пусть насквозь Промог свой боек Вам ни к чему На праздничном банкете Забудь, мой друг Все игры в ручеек Нам не пора Соболы эти И пусть опять Не задался стишок И пусть твердят Что пусть свинье не пора Не плачь, поверь Все будет хорошо, мой друг Пока не пересохнет Ни агар Не плачь, поверь Все будет хорошо, мой друг Пока не пересохнет Ни агар Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все Пора считать взгляд И вызывать из памяти картины Тех дивных дней Когда прощальный взгляд Взрывал забруды Кручил плотины И размышляет Чертя карандашом Поверх строки Аккорды Легитаты О том, как все Было хорошо, мой друг Когда б не пересохла Ни агара О том, как все Было хорошо, мой друг Когда б не пересохла Ни агара О том, как все О том, как все О том, как все Было хорошо, мой друг Субтитры сделал DimaTorzok Когда уйдет любовь, практически без шума, Растаяв, как дымок, Вчерашнего костра мир снова станет прост, Снова станет шумом, В пятнадцать раз умнее, чем вчера Возникнут за окном привычные картины И, как всегда, за вод напьется поворот, И ветер будет свет, И вместо никотина в нем будет натуральный кислород. Когда уйдет любовь, распустятся листочки, И в пламени весны Забудется зима, но ты за всю весну Ни виды вишни строчки Из очень поумневшего ума. Когда уйдет любовь, все будет очень мило И даже хорошо, Ведь не твоя вина, что нет на всей земле Ее сильнее силы и слабости Слабее чем она. Когда уйдет любовь, ты, вновь вернувшись к делу, Поймешь, что можно жить своей головой, Что кровь еще бежит, Что руки-ноги целы, что, как ни странно, ты еще живой, Что крепко сесть в седло ничто уж не мешает, Поскольку у коня отсохли два крыла, Что все-таки она действительно большая, Действительно огромная была. Что все-таки она действительно большая, Действительно огромная была. Мой нежный друг, поскорее убери из петельниц сугробы И зажигалкой не режь начнуть на мелкие куски На всей земле нет почти что ничего, такого, что могло быть адекватной причиной твоей печали и тоски Пускай порой улыбается судьба улыбкой баракулы И достается твой праздничный пирог презренному врагу Поверь, мой друг, на земле нет ничего фатального, покуда Есть у тебя самый лучший пирея, который все могу Когда беда, словно темная вода, огромною волною На горизонте появится шипя, как злобная змея Ты можешь твердо рассчитывать на то, что спиною, как стеною Тебя укроет от яростных штормов твой лучший пирея Ведь я умею бороться и искать, найти и не сдаваться Я смел, как лето, пускай все силы зла зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что, я из воздуха заткусь И я тебя спасу А если вдруг мы расстанемся с тобой На веки, веки, веки И прекратится безумный этот сон Что снится нам вдвоем Не грянет гром, не разверзнется земля Не пересохнут реки А просто я не сумею больше быть волшебником твоим Не потому что гордыни обуял, боясь казаться жалким Не захочу арсенал своих чудес растрачивать вообще А потому что я просто вечный раб Волшебный зажигалыч И на большом расстоянии от нее Без помощи вообще Вот почему мне не быть твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет дивный дар Которым я владел Я не сумею, не будучи твоим Из воздуха соткаться Ты извини, у любых волшебных сил Имеется предел И в час, когда с четырех сторон беда Нахлынет водопад Не заблудившись утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Посмотри, как деревья заснежены Посмотри, как печаль на реках Разгляди, в полумраке разрежу Как она подо льду глубока Все слова, что доселе не сказаны Мы прочтем в тайном блеске луны Будто два представителя разума С двух планет, что с землами не видны Да, любимая, реки застывают А в бак-бак-бак-серен Талая вода Да, любимая Вот ведь как бывает Да, любимая В тишине по поверхности шайка Что сквозь тьму по орбите скользит Мы пройдем, мы ночная Москва-река От себя лунный луч отразим Мы поймем, что вдвоем помещаемся В этот луч, отраженный от льда А потом так легко попрощаемся Навсегда, навсегда, навсегда И расстанутся, мило улыбаясь Два разведчика С двух чужих планет Нет, любимая Я не ошибаюсь Нет, любимая Нет Две относительно новых песни Одна из них появилась В прошлом году Зимой Зимой Вы помните, наверное, в Москве Зима 2012-2017 была бесконечной Просто невозможной Метеорологи говорят, что по разным оценкам Февраль в 2014 году длился Ну, по разным оценкам От 36 до 68 дней Песня, которую вы сейчас услышите Была написана приблизительно 48 февраля Когда зима Я уже пошутил, неудачно было Меня уже обсмелили Но я не могу, мне это понравилось Когда зима была уже вот здесь Вот у всех, в печенках Захотелось что-то сочинить такое Жизнеутверждающее, бодрое Чтобы оторвало от земли Приподняло и двинуло как-то вперед Так появилась песня, которая называется «Все пропало» Предоставляю ее вашему вниманию Все пропало Похоже, что рай на земле не наступит То случится война То спалят суховей Поля Катаклизмы в природе С людским скудоумием вкупе Не оставили шанс Несчастной планеты Земля Птицы мечутся с юга на север Бессмысленной стаей Но похоже, что сгинут во мраке Грядущих веков Белый буйвол И синий орел И форель золотая Вместе с множеством прочих Полезных и добрых зверьков Стадо горных козлов Окончательно всех забодало Все бессмысленней песни Все хуже Плохое кино Самых светлых надежд Человечество не оправдало И исчезнуть теперь За ненужностью Обречено В общем, дело дошло До последней ступени маразма И логично бы было Обматывать шею пенькой Отчего же Суровой реальности Несообразно Я, как Кена в мультфильме Все время веселый такой Мне не страшен Ни горный козел Ни мятежный повстанец Ни вспесившийся климат Страну погрузивший в бургу Мне не нужен ваш цирк Дюссалей Покажите мне палец Вы постигнете смысл выражения Ржу не могу Я не псих У меня лишь чуть-чуть Что-то где-то замкнуло И стремительно на бок уехала Треснув пошу Стой секунды, как ты Оглянулась И мне улыбнулась Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу И еще одна относительно новая песня Появившаяся этим летом Как-то по разным фестивалям я ездил И она вырисовывалась как-то так Где-то уже к Грушинскому фестивалю Она оформилась окончательно И она стала посвящение Всем нам Я пока очень ей Боля на этой песне Очень она мне близка Когда иногда приходит и пишет Какая ваша самая любимая песня Сейчас вот эта Одна мрачная Что за сказочная ночь сегодня выдалась Просто чудо плюс к известным всем семям Обними меня Мы так давно не виделись Прочь условности возьми и обними Все планеты на ночной парад построились Под командованием матушки земли А полночное светило нас С тобою осветило Чтоб узнать с тобой друг друга мы могли Это кто такой веселый Там в сиреневом плаще Иностранными штанами розове Слава Богу в мире есть такие сплавы Что вообще не ржавеют Не ржавеют Не ржавеют Слава Богу в мире есть такие сплавы Что вообще не ржавеют Не ржавеют Кто же знал Насколько крепко все завяжется Ведь порой в разлуки год идет за три И конечно жизнь не так проста Как кажется А гораздо проще Чтоб нас поделить Ведь для счастья Плюс к известным составляющим Что конечно же весьма-весьма важны Выражаясь откровенно Совершенно непременно Друг у друга быть мы все-таки должны Правой Божий До чего же мы не виделись давно Но от времени вино И не дешевеет Я сказал же, что за мной не заржавеет И оно Ны ржавеет Ны ржавеет Ны ржавеет Я сказал же, что за мной не заржавеет И оно Не ржавеет Ны ржавеет Все планеты чуть из графика не выбились Торопясь на наш сегодняшний парад Обними меня, мы так давно не виделись И давай сюда свой фотоаппарат Вспышки вспыхнет и забрём в дурацкой позе мы Словно памятник сбывающимся снам Чтоб однажды наши внуки нас нашли бы на фейсбуке И немножко позовидовали нам Скоро время и пространство растворят нас без следа Наши пыль ветра грядущие развеют И останется от нас лишь только то, что никогда Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет И останется от нас лишь только то, что никогда Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет А как приятно прокинуть свои конечности, свои конечности, свои конечности и пораздумывать часок другой овечности, часок овечности, другой овечности. А в двадцати пяти шагов водица плещется, водица плещется, водица плещется, и в темноте не то плещат, не то мерещатся, не то зовут меня, не то мерещатся. Комар летит на костерок полузатушенный, 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 а я лежу во все места, уже укушенный, из глаз укушенный и в нос укушенный. И мигая мне фонариком плывет баржа, наследом три песка река и два баржа. И потихонечку глаза мои слипаются, то разлипаются, то вновь слипаются, а в это время с ним и звезды осыпаются, и осыпаются, и осыпаются. Мигая мне фонариком плывет баржа, наследом три песка река и два баржа. Мигая мне фонариком плывет баржа, наследом три песка река и два баржа. Мигая мне фонариком плывет баржа, наследом три песка река и два баржа. Мигая мне фонариком плывет баржа, наследом три песка река и два баржа. Спасибо большое за внимание. Зима Ах, злодейка зима, в этот год нам дала прикурить, Напустила курки, да такое, что достало до сердца. Нас морозило так, что не хочется вслух говорить, Нам до новых снегов от зимы успеть отогреться. И без лишних ай, с февралем распрощаемся мы, Видно нам холода, кровь на жидкий азот заменили. Мы до новых снегов не залежем все раны зимы, И не сменим мотор уставшего автомобиля. Вот и кончен февраль, остается последний день. И свиньи уже зима, но не вечны твои именины. Ты госком гидроме, теплым ветром меня не тросни. Бородатый мужик, подари мне счастливый видит. Спасибо большое. Приходите на все концерты, про которые я рассказал. Будет очень много интересного зима. Это святок начала сезона. До свидания.